вот сегодня у нас четверг воскресенье будет 12 июля приехали люди к крещению и вот из лагеря везут материалы необходимые для пирса пирс полностью был разломан нынче весной когда лед поднялся вырвал свои вот андрюсенко александр и володя и сзади на линдухи владимир вот они тащат свои которые вытащили их разнесло по нашему пруду так все закрепляйте держите пока разбежите все снимайте здесь гвозди все остальное поближе а тут новую раздевалку мы сделали вот она какая на дальше вот видно пруд вытащаюсь я издалека плохо снимаю вот этот пирс надо сделать вот скамейки здесь тоже подправить надо и вот пирс немножко ребята уже сделали эти как доски идут и они идут вон до дальних там есть справа замечено все это разорвано так поверните вот так вдоль чтобы не ровно лежали это один крест установим в конце пирса вот здесь ближе сюда поближе суда поближе поближе к каллах скамейки вот так кладите кладите это будут перила и установим еще один крест у нас тут установили он его видать посмотрите прямо стоит где он большой крест везде мы распятия напоминающая любви божией ставим крест это не креста поклонная просто для памяти креста поклонные кресты ставят которые они никому не нужны а здесь люди заходят в огород везде купаются просят благословения молятся вот березка и жила свой век засохла и надо ее убрать будет вот тихоньку сейчас освободите тележку и мы пойдем еще тут две свои на есть привезем которая из реки выловили вместе сорокин видите как в воду будете лезть только самый последний момент где нужно я сказал что там всегда была горячая вода вот кладите инструмент понятно ждать просто невозможно больше с четверг а там еще надо его сделать куда спускаться дно деревянное ограждение то вы видите туда его на той стороне володя вон лежат подвози их направо под кустами так я с вами пойду выведи на то руками принесут все вот сегодня 9 июля а 12 крещения в потеряевке ну я кого знаю назовут андрусенко александр и команда здесь галендухин еще приехали ребята он готовит пирс у каждого своя работа вот раздевалка одна старая подправили стояла что она еще новая большая раздевалка вот а это наши братья работает там пирс продвигает доски и нужно сказать успешное дело у них идет если так будет они дня через полта два вполне могут закончить вот она где идет погода если позволит конечно что александр не думал хорошо потеряете придется быть подсознание всякие была мысль хотя думал что не долго никогда не может быть и не но уже сейчас поверил что-то потеряевки в конце когда закончится перед отъездом вы дадите интервью что вам здесь показалось не не соответствует истине что неправильно подскажите сейчас я пойду туда где у меня дети моря говорить все таки правду говорить только правда ничего кроме правды нам не надо ни какого или еще наливать вот старая береза пилить будем на дрова сомневался что у вас тут не так как на самом деле я бы давно это понял я за вами тоже давно слежу я вас уже изучил досье поэтому съездаю мне тут мои близкие там говорили подожди не холоти но поедешь вот вот съездить ездит туда ты вот думаем что ты там как бы разочаруешься ты поймешь что ты вот не туда попал туда ты что здесь сектанты которая вере спали вы думаете я неужели вы думаете что я человека буду слушать не поняв кто он такой но я долго исследовал его только после того как я а кто вам это говорил вы можете им посоветовать приехать самим убедиться на практике библия говорит иди и смотри очень часто убедиться можно даже не приезжая надо просто смотреть ваше видео и кто хочет разобраться там все понятно у нас сейчас сколько ребятишек весь лагерь все до одного ребенка задействованы а один не работал он постоянно вытяжку как он не хотел работать травинки перебирал его повернул спиной до обеда будешь стоять травинки перебирать ничего больше нету не никакого наказания другого не надо он уже рвется на работу у них нет общения не с взрослыми которые говорят и не с детьми не со священниками с епископами а ты вот брошенный товар возьми поставь вот брошенная земля у нас сейчас насчитывается в государстве 21000 заброшенных деревень ну чё слабо взять на ровном месте приехал батюшка лопаты курочек привез потом корову купила сейчас видите как если свадьбы играется вот будет свадьба 26 виктора с янной еще каких невест бог посылает из франции конечно так что она свободно разговаривает если сюда какой-нибудь митеран приедет могут поговорить ну так что работайте во славу божию у нас без дела никто не сидит это определенно я говорю дети не заняты ничем это опасная смесь взрыв опасно они любого диктатора сметут они сразу начинают дурить толкать друг друга они заняты упали вечером до утра и считает суббота праздник пришел не уставе написано не меньше четырех часов ежедневной работы и они видят работа это необходимое вот сколько загородки были они пололи сейчас вся зелень идет на стол ягоды вчера сами рвут это что у нас есть клубника это нарвали сколько все на столе сейчас сметаны пойдет там с молоком ребенку не ничего не надо говорить потому что он видит плоды своего труда они его не могли до 10 лет заставить первое есть вот каши халатку ждал на первое то есть либералов детей либералов у вас нет а детей либералов у вас нет ну какие тут вот какие есть вы посмотрите и при том смотрите какие у нас патриотические лозунги россия должна встать и как они скандируют здорово россия это мы россия это мы конечно некоторые могут сочтить что это националистический лозунг там но не мы не говорим что россия для русских это действительно путин говорит придурки могут говорить россия для всех иначе русскими где за рубежом не будет место земля господня но мы русские это то что преобладающий народ и конечно преподавание все остальное должно вестись так как говорят они преследования за них вот жириновский как-то мою мысль поделили как-то сошлась с моей мыслью японии дать место отрезать по площади японии на востоке пустующие земли и автономная республика российские федеративные законы их язык какой народ был бы а там оставить резервации показывать люди будут ездить смотреть как жили реально реально и нам не надо зашикотаны держаться не надо врагов иметь они своих по сепоне и воюют у нас все есть и в россии места хватит и евреям и немцам и кто работает ну а цыган уж никак не избавиться в огоньке писала одна гортях всегда думала что это цыгане это черти которые вырвались из преисподней вообще не работает нация паразит и господь я допускают как вот клещи и комары ну надо терпеть работать с ними так посмотрю что там работает но я издалека руки трясутся вот приехал димитрий сорокин из баптистов вот володя за старшего от никита побежал к ним эти как работа идет моя съемка никудыш на руки трясутся я это осознаю так я выезжаю поехал туда к своей пастве главная паста моя дети у меня аналогично даже вот таки да благодарим вас за это за ваш телескоп и когда поедете обязательно я вам подарю книги буду очень благодаря за загружу вас то есть мой материал конечно долговечнее понимаете как раз а трехтомники ваш вот так вот он михаил у меня этот кальмаев там одна прислала там и кто-то хотели 3000 на новый завет и 10000 приложила от себя там что-то она и вчера ему набил полный сумму рюкзак огромный по день едва поднимает она дала не за книги но как у меня только три тома я ее понял потому что она раздает другим и какие восхитительные слова написала это просто надо слышать ну бывает ну ладно там бабка неграмотная но вы не скажете неграмотно из красноярска юрий соболев преподаватель университета академии ведет при парке курсы и он говорит я сейчас он он постоянно пишет об этом слушай ваши проповеди книги считаю я не могу понять неужели это одному человеку было дано ягра сейчас все 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 убрал у себя это оставил только одно это начало почему а дело в том что я их не признаю книги своими вот чем дело я читаю сейчас смотрю стихотворение я как будто первый раз их вижу и вника и вижу там столько внутреннего смысла скрытого за словами за этими ну плюс 9 куплеточных по четыре строчки куплет стихотворение это 36 строчек и таких стихотворение 3467 ну людям непонятно цифра много это или мало это пушкин некрасов лермонтов блок вместе взятые меньше и все это написано за девять лет и в один день отрубил еще рука дрожала писать и все и главности черновики сохранились ни одной по марке нету это удивительно вот что более всего пушкина цену одно четверостиши он десятки раз меняет я сегодня думаю мог бы я заменить строчку говорят а вот надо не могу заменить меняется вся конструкция это бог так делает тут самый известный старейший писатель был еврей марки удали и иосифович удалевич ну и как то мы были в одном месте я прочитал стихотворение только наш отшатнулся это ваше стихотворение а почему не печатаетесь у меня говорит вышло назвал сколько там этих книжек таких у него много десятков но у меня ни одного такого нет потому что смысл библейский заложен я впервые в мировой практике применил объяснение писанием 36 строчек и напротив каждой строчке место писания откуда взята мысль чтобы понять нужно библию 36 раз открыть так мне писали гор знаете прошло ровно полчаса пока мы прочитали стихотворение это женщина сегодня при не сегодня может завтра должна приехать старшая сестра наша вот никита у тебя не скучно с этой братьей нет с украины приехал разрешили ему и никогда не знал бы что такой человек будет рядом вы считали все с нуля начинаем учить все у него есть одно качество не оговаривается и не оправдывается а это означает есть надежда я не знаю будет ли что из него как говорит толк выйдет он год выйдет это бестолочь останется толк выйдет куда-то выйдет на сторону так братья я ушел все в бога пришел по проведать как тут идет ремонт пирс видите как все к месту братья приехали готовишься к крещению как я пройду вперед так а ну-ка видите-ка я шагну сначала а потом вы дальше будете делать меня не столкните только иначе копут есть там место за мной александр держи вот она поддаст под задницу так кувалду не утопите только так сильно длинная пришлось продвинуть да и пилу примите обязательно сделать чтобы но было деревянное и вот так вот сделала глубина володя вот такая чтобы глубина была по грудь по грудь ну тут надо две доски сделать будет вот здесь вот еще одну доску вон тот где стоит я первый вот стоп володя крайне прямо колонем маленькой сторонку прямо поставки крест сразу а потом тут сразу привезете поплавки натяните на лодке лодку накачай и забьете 4 если у вас так дело пойдет да вы можете даже сделать а у нее это не прибита верхняя доска он опрокинется с доской то смотри ты не надо не сходи с нее с доски то вот так Субтитры сделал DimaTorzok Вот Александр Андрусенко трудится Вас по батюшке не Анатольевич? Именно так, Игнатьевич Именно так отца звали Анатольевич Ну, может, все не так, думаю Я ездил сейчас к нашей старейшей жительнице, 89 лет Что у нее в огороде растет? А одна все это сажает, там сын живет с ней холостой Серафиму бабушка? Да, все у нее есть, все И сидит сейчас ягоды перебирает Нас снабжает, приходится, арбузы там, дыни дает У нас намного меньше, но у нас, видишь, мы занимаемся другими делами еще Нас нельзя завинить, что бездельники Но этого нету Вот вы по нему бьете, у нас не так делалось раньше Мы на него ложили, руками держали, по дереву потом убили Чтобы не ломать вот это вот А так, видишь, ты еще не забил, а она уже разбилась Вот, какое-то такое крепкое дерево, березовое, какое, ложишь и по нему бьешь тогда Вы что, через нее думаете, она сразу разобьется? Да Это надо не ее, вы ее разобьете эту Она не годится Это настоящая березовая такая Новая береза надо сделать и за это Затесать, чтобы она ложилась на нее Плоское дно сделать у палки Нет Это ты сам себя поранишь Видишь, она намокла, она уже сдает Ну бей, ладно Тут Там есть у нас Вам поперечину-то не надо напилить там? Нет Ну, из всех берез новых Но у нас есть тут пока Ну ладно Теперь что у вас? Тут надо еще досок, чтобы вот это сделать Вдвое А если вытаскивать, он вытащит ее Она берегу-то легче будет оторвать Да, пытаемся Сейчас вот это оторвали Так Бери, не прижимай только к себе Она тяжелая Вот, видишь Владимир Галендухин Я переписывался с одним Галендухином И он у меня книги все выписал Думал ли ты, Александр Анатольевич, что придется так работать? Думал А теперь, знаешь, как будет приятно тебе, что ты купель себе готовил? Конечно Я об этом и думаю Вот Ну вот, видишь Вы можете ее вытащить, и на берегу легче будет Пусть он доску тащит, а ты эту палку возьми ее в руки А тут как дятел сидит там долбит Вот как крепко все сбито Это, видимо, днище было На тихо-частой страны Так, дай-ка я выйду Давайте Так, разрешите Наклонитесь Игнать Анатольевич А? Можно на вашем велосипеде за кувалду сидеть? Можно Можно А так тебе что надо-то? Кувалду А? Кувалду Кувалду так я привезу А где она? Я не знаю, где она Надо искать еще Но где она в этом Она где-то на веранде должна быть На веранде? Конечно, а где она еще должна быть Ну я подумал, что вот здесь она Где? Так у нас большая кувалда есть ли вообще? Ну была где-то балдыжник, мы же задалбливали эти Так, я поехал Ну давайте Так-то все Занимайте Там тяжело, потом везти будет Занимайтесь своим делом Все, ушел Вот Мы находимся на пирсе И как ребята работают Ну я Немножко покажу Видно, что несут большую сваю Как они ее смогут утопить, не знаю Давай, думай Давай, давай 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 Лего Подходи Какое озеро у нас пруд! 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 Какое озеро у нас пруд!